А сейчас несколько минут мы посвятим с вами несколько более базисным вещам, которые касаются... А первые можно уже открывать, которые касаются рака эндометрия. Примерно после относительно тихого периода мы привыкли считать, что многие заболевания только быстро нарастают, но у рака эндометрия, во всяком случае, по международным данным, был такой относительно тихий период где-то в 90-х годах, но начиная с 2005 года начался достаточно быстрый рост и ожидается, что к 2030 году прирост составит, запомним эту цифру, 59%. Но формально причины этого явления может быть три. Или усиление действия факторов риска, или ослабление действия факторов антириска, а может быть и меняющаяся природа самого рака эндометрия. Но поскольку задачу снижения частоты заболеваемости никто не отменял, то, видимо, нужно следить за всеми этими тремя моментами. Ну вот, что на протяжении многих лет говорится в отношении факторов риска и антириска рака эндометрия? Ну, во-первых, там упоминаются регулярно ожирение и сахарный диабет. Обратим внимание на то, что к 2030 году частота ожирения по сравнению с 2000 годом вырастет на 63%, ну, по предполагаемым прогнозам, а частота сахарного диабета на 55%. Если мы посмотрим на цифру, которая характеризует ожидаемый прирост рака эндометрия, мы увидим, что это довольно близкие цифры, и, значит, какой-то, видимо, вклад эти состояния вносят. Что касается поликистоза яичников, который, безусловно, тоже является фактором риска, и считается, что 5-10% женщин детородного возраста страдает этим заболеванием в возрасте 20-40 лет, то точной мировой статистики нет, но растет число публикаций, и это уже говорит о многом. Если говорить о факторах антириска, то помимо физической активности нужно упомянуть пероральные контрацептивы и курение. Когда мы говорим о курении, не следует забывать, что на самом деле оно снижает заболеваемость рака эндометрия, а не повышает ее за счет своеобразного антиэстрогенного действия. Но в то же время существенно ограничивает и выживаемость. Поэтому понятно, что в курении нет ничего хорошего. Стероидные контрацептивы, как комбинированные, так и чистые прогестины, как полагают, снижают риск рака эндометрия за счет подавления гонотропинов и ограничения овуляции. И вот считается, что эти именно препараты избавили Европу за последние 10 лет примерно от 200 тысяч новых случаев рака эндометрия. Когда речь идет о дефиците прогестинов, недостаточности желтого тела, это один из путей, который ведет к относительной гиперэстрогенизации, которая, как считается, на притяжении длительного времени в сочетании с малым числом беременностей и родов ведет к повышению риска заболеваемости раком эндометрия. Если говорить о гиперэстрогенизации, то в 60-е годы не всегда удавалось ее оценить путем определения эстрогенов в крови или в моче. Это составляло определенные трудности. Но по современным публикациям при раке эндометрия нередко, но не всегда выявляется интенсивная продукция эстрадиола и эстрона, а также некоторых метаболитов, этих классических эстрогенов, прежде всего, обладающих генотоксическим действием, то есть ДНК-повреждающим, в частности, 4-гидроксиэстрадиол, который одновременно является и достаточно сильным канцерогеном, если речь идет об экспериментах. Но тут внимание! Когда речь идет о числе беременностей, родов, массе тела, индекса массы тела, а также об индексе инсулинорезистентности, то их динамика за 50 лет, это данные доктора Болтруковой, дополнительно подталкивают к идее о том, что меняются как сами больные, страдающим раком эндометрия, так и не исключено природа черты самого заболевания. Ну, посмотрим на правую часть слайда. Мы видим, что до массы тела за 30 лет, вот по данным нашего учреждения, в среднем выросла достаточно сильно. И индекс массы тела вырос. А если сравнивать с 90-ми годами, то вырокс и индекс инсулинорезистентности. Но давайте посмотрим на левую часть слайда. Что мы там видим? Это оказалось для нас неожиданностью и интересно, если и другие организации, которые занимаются онкогинекологией, проверили бы это. У нас получилось таким образом, что если в 60-х годах доля женщин, имевших беременность, составляла 85%, то уже в 2012-2015 году 97%. А доля рожавших была тогда 70%, сейчас 93%. То есть получается, что этот фактор как бы меняет, что ли, свою направленность. Возможно, это нуждается в проверке, но это достаточно неожиданный и важный момент. С другой стороны, если мы вернемся к заболеваемости раком эндометрия, то мы обратим внимание с вами на британские данные, из которых следует, что за 20 лет продемонстрирована различная динамика частоты эндометриоидных, которые обозначали как первый тип рака эндометрия, и не эндометриоидных карцином второго типа. Вот в течение последних 20 лет. Оказывается, что по их данным, второй тип или не эндометриоидные стояли на месте, и весь рост происходил за счет эндометриоидных, как они называли его первым типом. В принципе, мы хорошо с вами знаем, что на протяжении многих лет говорится о том, что первый тип рака эндометрия течет более благополучно и характеризуется комплексом гормонально-метаболических особенностей, которые включают в частности в себя и ожирение, и сахарный диабет. Но тут не все так однозначно. Во-первых, ожирение гетерогенно, и это позволяет, то есть разнообразно, это позволяет выделять стандартные метаболически здоровые варианты ожирения, характеризующиеся отсутствием гормонально-метаболических нарушений, прежде всего нарушений по типу инсулинорезистентности. В частности, по тем же данным, которыми мы с вами готовы поделиться, выяснилось, что с 90-х годов за примерно 20 лет или там 18 лет доля больных с метаболически здоровым ожирением, то есть не имеющего признаков инсулинорезистентности, за эти годы уменьшилась. И стандартное ожирение или ожирение с инсулинорезистентностью следовательно растёт, что формально соответствует данным о том, что это может сопутствовать первому типу рака эндометрия. Но хочу напомнить, что ещё в начале 2000-х годов, когда выполнялась работа Юлии Реонны Квачевской, было замечено, что если у больных были признаки инсулинорезистентности, они корреливировали позитивным образом со стадией заболевания, то есть в плохую сторону, и с поражением лимфоузлов, и также и с инвазией в миометрии. По другим данным, в частности, томских коллег, подтверждается, что не только пессимизация прогноза может наблюдаться при признаках инсулинорезистентности, но и снижение пятилетней безрецидивной выживаемости. В дополнение, по нашим данным, в жировой ткани у больных с раком эндометрия со стандартным ожирением, то есть сопровождающейся инсулинорезистентностью, выявлено повышение экспрессии ароматаза или эстрогенсинтезтаза, то есть фактически синтеза эстрогенов непосредственно в опухоли, а также экспрессии маркера CD68, это маркер провоспалительной макрофагальной инфильтрации, по сравнению с больными с метаболически здоровым ожирением. Кроме того, совместно с докторами Туркевич и Бултруковой, по предварительным данным, которые сейчас перепроверяются, объем материала увеличивается, в опухолевой ткани больных раком эндометрия 2012-2014 годов, по сравнению с материалами 1965-1967 года, когда были подняты соответствующие блоки, происходит сдвиг в сторону активной экспрессии маркера неблагоприятного течения рака эндометрия Хердванео. Это видно вот в этой части слайда. И, наконец, по появляющимся данным, вот это тоже очень важный момент, к которому, я полагаю, многие онкоэндокринологи не привыкли, у больных первым и вторым типом рака эндометрия нередко выявляются сходные факторы риска, а различия между ними в частоте диабета и ожирения заметно меньше, чем это утверждалось ранее. Таким образом, в дополнение к другим имеющимся сведениям, это указывает на то, что серьезные изменения могли происходить и происходят в самих представлениях о типах рака эндометрия. Что это за изменения? Ну, хочу напомнить, что, в принципе, все классификации рака эндометрия и деление его на типы, начиная с 60-летней давности, когда делили на эстрогенозависимый, эстрогеннезависимый вариант, классическая работа Яна Владимировича Богмана и те, которые стали привлекать не только гормонально-метаболические нарушения и молекулярно-генетические параметры, но и, так сказать, реакцию на гормонотерапию, тогда выяснялось, что, в принципе, делилось по такому варианту, да или нет. То есть присутствуют какие-то факторы или не присутствуют. То есть делили на два типа. Но эти представления все-таки постоянно совершенствовались. И, как показывают данные, накопленные в самые последние годы, вот такого дуалистического принципа или деления на два варианта оказывается недостаточно. И появляются работы, вот, например, 2014 года, где написано, что классификация эндометриальной карциномы более чем два типа. Основные события, вот те, о которых я сейчас буду говорить, оказались результатом полногеномных и сопряженных с ними исследований, которые отражены в атласе опухолевого генома и нашли отражение в целом ряде публикаций 13-го, 14-го и последующих лет. При этом выделено 4 кластера новообразований. То есть, если посмотреть, по какому принципу, да, там учитывается гистология, но там учитывается наличие микросателитной нестабильности и наличие определенных мутаций, в частности гена полиэпсилон, который имеет отношение к репарации ДНК. И оказалось, что в кластере первого типа таких новообразований с этой мутацией имеется примерно 8-10%. Но чем они характеризуются, такие новообразования? Они характеризуются более сильной лимфоцитарной инфильтрацией. И, как может быть и не странно на первый взгляд, они характеризуются лучшей выживаемостью. Это сейчас перепроверяется, в частности, в связи с тем, что в тех же новообразованиях представлены гены и белки так называемых контрольных точек иммунного ответа, которые могут быть объектом таргетной терапии примерно такого же типа, которое сейчас применяется, допустим, при меланобластоме, где учитываются тоже точки иммунного ответа, и на этом основании рекомендуются таргетные препараты. Помимо лимфоцитов могут играть роль и макрофаги, причем достаточно своеобразно. Мне в свое время посчастливилось быть участником работы, когда оценивалась роль макрофагов, правда, при раке молочной железы. И было показано, путем метода колокализации разных антигенов, ароматазы, и CD68 маркера макрофагальной инфильтрации, что они выявляются в одних и тех же клетках, говоря о том, что сами макрофаги не исключено могут продуцировать эстрогены. А вот что говорят данные 2016 года уже не о раке молочной железы, а о раке эндометрия. Выясняется, что макрофаги связаны с определенными интерлейкинами, которые могут через эстрогенный рецептор, рецептор эстрогенов повышать чувствительность клеток рака эндометрия к эстрогенам. Таким образом, заселение клеток рака эндометрия вот этими клетками, безусловно, важно, но применительно к новым типам рака эндометрия, о которых я говорил, подобная роль макрофагов пока не изучалась. Но между тем, на основе публикации вот этой большей гидрогенности рака эндометрия и большем числе его типов, учитывающих, как я сказал, в том числе и особенности микросателлитной стабильности или нестабильности, уже предлагаются новые классификации заболевания для практического применения. Это работы 2015-2016 годов. Несомненно, что дальнейшее развитие этого направления затронет как вопросы связи с особенностями самого эндометриального канцерогенеза, чувствительности опухолевой ткани гормонов, ответа больных на хирургическое, лучевое и консервативное лечение. И также может быть связано и с динамикой отдельных вариантов рака эндометрия в структуре онкологической заболеваемости, о чем я говорил вначале. И кроме того, это может иметь отношение к коррекции имеющихся к моменту диагноза и сохраняющихся, что особенно важно, после терапии гормонально-метаболических нарушений и связанных с ними или независимых, но с учетом действия гормональных факторов, ДНК, повреждающих сигналов. Что можно сказать в этом отношении? Вот если мы заглянем на сайт уважаемой клиники МИО, то там в присущем вот таким сайтом императивном тоне, что говорится, какие рекомендации даются пациентам? Бойся чистых эстрогенов в менопаузе, оцени значимость приема стероидных контрацептивов в репродуктивном периоде, следи за весом тела, старайся уделять не менее 30 минут в день физическим упражнениям. Все абсолютно верно. Но можно рекомендации такого рода или подходы к ним разделить на два класса – структурные и функциональные. Но под структурными можно понимать, когда есть субстрат, на который можно воздействовать. Ну, например, если мы говорим, что поликистоз яичников является фактором риска рака эндометрия, значит, мы должны на него так или иначе воздействовать, начиная с упоминавшихся уже хотя бы пероральных контрацептивов с целью восстановления менструального цикла и так далее. Понятно, что хотя типическая гиперплазия эндометрия – это субъект для оперативного лечения, как правило, в основном, но все-таки существуют и попытки, подходов с использованием прогестинов, чем, в частности, занимаются в Институте Герцена и в некоторых других организациях. Антимитагенные воздействия, то есть ограничивающие пролиферацию, пока не нашли широкого применения у женщин с комбинацией ожирения и усиленной пролиферации эндометрия. И помимо прогестхинов там используются и другие лекарственные подходы, в частности, ингибиторы системы МТОР. Ну и хотя, может быть, относительно и небольшое число на фоне всех больных раком эндометрия, но все-таки участие больных рак эндометрия выявляется на фоне томоксифенотерапии рака молочной железы, на что тоже, как на субстрат определенный, следует обращать внимание. Если же говорить о так называемых функциональных подходах, то это, с одной стороны, отказ от курения, снижение веса тела, о чем говорилось, это очень важно, значит, диета, физическая активность, ограничение проявлений гиперэстрогенизации. Жалко, что мы ограничиваемся только прогестинами, потому что, в принципе, несмотря на то, что ингибиторы ароматазы в плане лечения не являются в целом эффективными, но гиперэстрогенизацию они, конечно, устранять могут. Потом имеются основания думать о конверсии, превращении стандартного ожирения, о котором я говорил, в метаболически здоровые. Такие возможности тоже есть. Должны использоваться воздействия, которые препятствуют повреждению ДНК, класса антигенотоксикантов. Прогестины вполне могут комбинироваться со средствами, которые устраняют инсулинорезистентность и пролиферацию. К их числу, в частности, относятся антидиабетический бегуанит метформин, о котором я скажу сейчас, и ингибиторы циклооксигеназа. Теперь в изучении нуждаются стимуляторы активности бурой жировой ткани, потому что по сравнению с белой жировой тканью считается, что она все-таки является что-ли противником, который может за счет термогенеза, в частности, ограничивать прирост массы тела и содержание жира в теле. Это ингибиторы некоторых ростовых факторов, в первую очередь, инсулиноподобного фактора роста, и стимуляторы дифференцировки. Но тут нужно понимать следующее, что должны искаться селективные прогестины, потому что, хотя прогестины на эндометрии действуют хорошо, особенно в комбинации с эстрогенами, они не очень хорошо действуют на мамарной. Кто-то спиной надавил там? так, господа, отбой, отбой. А, понятно, понятно. Сможем читать? Сможем. Красивая такая, волнистая. Сейчас буду вспоминать. Значит, не надо, не надо. О, Сергей Эдуардович, я понял, для чего вас посадили в призе. Спасибо. Так, но тут есть некоторые важные вещи. Вот так, держим. Ну ладно, я тем же самым вам отплачу, когда вы выйдете здесь. Так, значит, напомню, что прогестины желательно искать ткани специфические. Затем, я не знаю, что будет со следующим докладчиком, кстати, не радуйте. Так, а-а-а, вот-вот-вот-вот, по-новой. Игорь Викторович, так веселее. Ничего. А вот свет-то я как раз не оттяню, та самая. Ну хорошо. Значит, медицина будущего, это все-таки ингибиторы макрофагальной инфильтрации провоспалительных цитокинов, это регуляторы стволовых клеток и вообще иммунных клеток, заселяющих эндометрии. И главное, я думаю, этим закончится. Вот вы проверите, молодые люди, через несколько лет. Это будет типа специфическая профилактика и терапия рака эндометрия, подобно той ситуации, которая наблюдается при раке молочной железы, и мы уже являемся свидетелями этими. Буквально два слова о том, что по предложению Владимира Михайловича Дильмана мы в течение многих лет называем метаболической реабилитацией. Она ни в коем случае не потеряла своего значения. Это могут быть безлекарственные подходы, и могут быть попытки применения таких препаратов, как метформин, антидиабетический бигуанит, это препарат номер один в лечении сахарного диабета, но он ослабляет проявление инсулинорезистентности и ингибирует пролиферацию. Во всяком случае, инвитро, очень надежно он это делает. Но по собственным данным, получилось так, что он уступал ингибиторам ароматазы при неодевантном применении, а по наблюдениям доктора Коваленко, тоже сотрудницы нашего института и нашей лаборатории, это сахароснижающая терапия, включающая метформин, при комбинации рака эндометрия и диабета не оказывало, в отличие от рака молочной железы, заметного влияния на клинико-морфологические особенности опухолевого процесса. Но почему потенциал метформина очевиден, потому что он может быть использован не только у больных с сахарным диабетом, это раз, и может являться важным дополнением химии и даже редко применяемой гормонотерапии, потому что он способен повышать содержание рецепторов прогестерона как в опухолевомолочной железы, так и в клеточных линиях рака эндометрия. Так что есть тут чем заняться. Я заканчиваю и прочитаю три итога из того, что я вам сказал. Значит, выявленная динамика гормонально-метаболических особенностей больных, выявленной на протяжении пятидесятилетий, может представлять собой важный компонент условий, способствующих изменению частоты заболеваемости рака эндометрия в современной женской популяции. В последние годы особое внимание придается эпидемии ожирения, изменение фенотипа которого, отражающееся и на состоянии жировой ткани, один из важных в клиническом отношении регуляторов развития и течения опухолевого процесса. И благодаря применению современных методов анализа формируется представление о существовании большего, чем казалось ранее, числа типов рака эндометрия, что ведет к созданию его современных молекулярно-биологических классификаций, и можно надеяться к оптимизации клинической практики, в том числе за счет разработки дополнительных подходов и к предупреждению заболевания. Благодарю вас за внимание, времени на вопросы, как вы видите, нет, я и так беру. Но можно...